всем привет сегодня я хочу показать свои покупки из магазина маловар у нас в оренбурге есть такой магазин на терешковый 25 он находится в принципе это рядом с моим домом я зашла туда для того чтобы только посмотреть что там есть но поскольку там было все что мне нужно я купила в одном магазине в общем все я надеюсь что все но в общем для меня мыло варенье это новое занятие я только только начинаю этим заниматься первый раз буду вообще пробовать но уже почти всю информацию я изучила то есть прежде чем покупать я много пересмотрела роликов в интернете сегодня у меня была трансляция на канале жили были девочки кто случайно зашел на этот канал у меня есть канал жили были и там я веду трансляции со зрителями там уже эту тему обсуждали но я сейчас тоже вам расскажу для тех кто первый раз зашел сейчас расскажу как я пришла к мыловарению осенью было очень много праздников в нашей семье юбилей дни рождения и мы друг другу помимо подарков дарили букетики мыльные на канале жили были тоже есть разные букеты мы покупали вот такой букет мне подарили дети вот на день матери но я всю информацию в интернете прочитала про мыльные букеты дело в том что вот этот букет это не то мыло которое делается вручную это мыльная пенка то есть для мытья рук они не предназначены эти цветочки можно бросать в ванну но они особо не пенятся при том если они сильно вот ладно тут белые да если сильно окрашены они даже могут окрасить ванну ну хорошо что они вот такие бледненькие да то есть снимаешь вот так вот головку и бросаешь их в ванну дело в том что вот такие цветы они готовы и продаются на алиэкспресс или фикс прайсе их только собирают и ну в общем вот так собирают букеты вот в принципе здесь нет ничего сложного купить готовые цветы и сделать конечно они смотрятся изящно но это не функционально то есть это просто стоит для красоты мыть руки у вас этим не получится я хочу делать мыло ручной работы конечно же эти букеты выглядят не так изящно то есть там не раскатаешь вот так тоненько а лепесток но они не менее красивы мне задавали мои зрители вопрос вот сегодня на канале жили были просили подробно рассказать что нужно купить для начала конечно для начала можно купить одну формочку одну краску и основу но поскольку я не хочу делать мыло такое квадратное мне интересно именно букеты из мыла поэтому мне пришлось купить много всего вот сейчас буду показывать что я приобрела значит красители ну на первый взгляд много до красителей здесь 9 из них две отдушки и это не красители и 7 штук красители брала я красители для тех форм которые я купила то есть я уже в голове задумку держала какой мне нужен букет и такие красители я покупала в принципе это все на ваш вкус вот как им хотите таким будете красить в общем это производство швейцария вот пигмент здесь две у меня разные фирмы это производство сша мне нужны были красители не мигрирующие что такое не мигрирующие если цветок окрашивается двумя цветами то есть например или вы хотите сделать например мраморное мыло а вот из двух цветов а есть красители которые со временем расплываются то есть цвета смешиваются вот эти вот не мигрирующие красители то есть так как вы окрасили так мыло и сохранится в том же виде если естественно вы его не будете плавить а вот ну собственно вот такие цвета я купила так дальше что это такое так это забыла как правильно называется в общем это порошочек такой он блестящий гриттер а вот нужно взять кисточку и чуть-чуть сверху немножечко как бы покрая подкрасить цветочки для того чтобы они немножечко так поблескивали глянцевые были можно его не брать этот глиттер этот глиттер добавляют а еще в саму основу в прозрачную для того чтобы немножечко был блеск но это дорогой конечно удовольствие полностью делать мыло вот с таким глиттером я планирую чуть-чуть добавлять иногда в цветочки опять же экспериментальным путем я попробую где будет лучше смотреться вот взяла одну баночку стоит вот она 100 рублей но пока там разные конечно расцветки блестки я смотрела что некоторые маловары боятся добавлять блестки из-за того что они попадают в канализацию девочки если мы задумаемся что попадает в канализацию это просто будет кошмар я думаю блестки это самое безобидное что может туда попасть тем более что тени да мы используем тоже с блестками лаки мы используем с блестками собственно мы же этого не боимся я в принципе я не боюсь блестки используйте в мыле просто пока они мне не нужны я планирую делать букет мне не нужны так взяла вот такую формочку силиконовую все брала силиконовая как-то мне это вот больше нравится и говорят в использовании лучше зачем взяла вот такую простую формочку поскольку первый раз буду делать цветы я боюсь там какие-то отходы у меня будет что-то может быть у меня не получится я переплавлю все эти отходы и залью вот в такую форму и будем пользоваться мылом то есть понимаете да если мое дело с цветами не пойдет то во всяком случае на всю жизнь наша семья будет обеспечена вот мылом в общем вот эта формочка знаете она такая выручалочка да будет у меня для того что если просто мне нужно будет куда-то вылить остатки мыла хотя остатки мыла можно растопить а вот пока у меня еще нет баночек стаканчиков с которыми я буду все время работать и там смогу хранить вот я думала может быть пригодится мне эта формочка но эта формочка стандартная она всегда пригодится если делать мраморное мыло если заливкой делать с цветочками с ягодками ну в общем вот такая форма она просто универсальная и она одна должна быть хотя бы одна я думаю у каждого маловара так проблема у меня с отдушками я вообще не люблю никакие запахи абсолютно ненавижу никакие запахи вот поэтому взяла вот запах зеленое яблоко добавлять буду буквально две капельки то есть ну мне не важен вообще сам запах я может быть вообще в дальнейшем буду делать без отдушек потому что я сама этого не люблю эти не ароматические масла не свечи не духи в общем я этого ничего не использую но вот еще взяла все-таки пион но он не такой прям знаете прям сильно сильно пахнущий пион очень слабенький в общем я все там понюхала и вот какие более-менее два были слабеньких я взяла запаха но буду ли их использовать или нет дальше будет видно я аллергик запахи не переношу поэтому там будет видно если уж очень нужно будет да но если вдруг у меня будет хорошо получаться и у меня будут заказы на букеты на вот то возможно я для заказчика добавлю одену маску например и добавлю так ладно не будем забегать далеко вперед пока я только хочу попробовать но честно скажу если будет хорошо получаться то в дальнейшем естественно буду делать на заказ потому что удовольствие дорогое вот то что вы сейчас видите сегодня куплено на 3 800 и это только для начала так что самое главное главное это основа основа для мыловарения это самое главное наше магазине было две фирмы представлена вот такая была фирма представлена сооптима вот в общем основа белая и основа прозрачная поскольку я начинающий мыловар и меня будут смотреть тоже девочки которые этим не увлекаются но я вам сейчас расскажу чем отличается прозрачная от белый здесь уже добавлен белый пигмент если использовать прозрачную то сюда нужно добавлять белый пигмент я белый как видите не взяла вот буду использовать для белых цветов вот этот белый уже готовый пигмент для остальных цветов использовать прозрачные а буду пигмент и туда добавлять краску я изначально не Зачем мне нужна основа прозрачная, если у меня есть основа белая. То есть я могу туда добавить любую краску и делать цветы. Но если вы добавите красители в белую основу, то цветы будут бледнее. То есть вот этот белый пигмент съедает красители. Цвета красителей нужно их добавлять намного больше. Вот сюда в прозрачные их нужно добавлять меньше. И когда их добавишь совсем чуть-чуть, если иногда нужно такие полупрозрачные какие-то сделать, клубнички, тоже очень красиво смотрится. Ну, в общем, много у меня есть формочки. Я вам сейчас покажу формочки. Там у меня нарциссы, лилии и белые мне тоже, в общем-то, пригодится. Вторую фирму название я не помню. На 20 рублей она была дешевле. В принципе, хорошая и та, и та. А у меня мама делала мыло. Ну, она просто заливала формочки вот так вот мыло. Вот, говорит, хорошая основа. Ну, на любителя. Там вот продавец, женщина была. Она говорила, что мне удобнее вот той основой работать, с которой по 250 рублей. А моя мама говорит, что ей удобно вот этой, которая 270. Я сейчас попробую с этой основой, а потом с той, какая специфика, смотря в какие формы вы будете заливать. Ну, поскольку я вот буду использовать для цветов вот такие вот силиконовые формочки, ну, нужно будет выбрать. В общем, использую эту, возьму другую попробовать на основу. Это все на любителя, в общем-то. Ну, а смотрите, есть профессиональные основы, которые очень быстро застывают. Мне пока такие не нужны, потому что я начинающий маловар. И мне, ну, есть такие основы, они прям моментально схватываются. Даже не успеешь цветок залить. А поскольку цветы я хочу заливать разными красками, не одним цветом, мне это будет сложно. Вот. Кстати, я не могу понять, что тут так приторно вот что-то пахнет, знаете, как арома маслами. Может быть, это вот этот пион. Но он вроде еле уловимый запах. Я пока не могу понять. Или вот эта формочка. Может быть, капнули сюда маслами, каким-то другим маслом. Вот эта формочка, по-моему, пахнет. Что-то одно здесь пахнет не тем запахом, который я брала. Вот эта формочка. У нее, да, запах. Да вот, наверное, масло на нее попало. Надо помыть эту формочку. Так, что еще я взяла? Спирт. Обязательно нужен спирт для того, чтобы не было пузырьков и лучше было сцепление между цветами. В общем, нужен спирт. Вот в таком флакончике. Я не знаю, технически это спирт или медицинский. Поскольку в аптеке вы сейчас спирт не купите, проблема его найти. У нас в магазине уже продают спирт. Какой здесь именно спирт, не знаю. Ну, вот видите, такой распылитель 100 рублей, поливилизатор. И есть еще большие бутыли. Потом можно сюда переливать. Но вот этот поливилизатор использовать в дальнейшем. В принципе, это очень удобно. Вот. Так. Дальше. Дальше взяла вот такие две пипетки. На Алиэкспресс упаковками продаются эти пипетки. Я уже их заказала. 100 штук они идут долго. Я купила две, они по 15 рублей. Для того, чтобы прокрашивать тоненькие лепесточки, серединки у цветов. Ну, для того, чтобы цветное делать мыло, используют вот такие пипетки. Я сначала думала, что этих пипеток нужно много, что их нужно выбрасывать. Нет, девочки. Меня очень волновал вопрос, одноразовые они или многоразовые. В интернете я не нашла этот ответ. У продавца спросила. Она сказала, нет, мыло хорошо отмывается. Потом в теплую воду их положите. И все. И оно все отойдет, отмоется. Это очень удобно. Взяла вот пока две. Вот. Взяла вот такую формочку. Для чего взяла такую формочку? Вот. Три сердечка сразу заливаются. Это я вам сейчас в конце расскажу. Сначала покажу большие сложные формы, собственно, за которыми я ходила. И знаете, что интересно? Я думала, что в Оренбурге вряд ли будут у нас такие формы. Я видела в интернете вот такие сложные силиконовые формы. И думала, что у нас в Оренбурге уж точно таких не найдешь. И хотела даже выписывать с сайта. Есть сайт «Мыльная вечеринка». Многие девочки-блогеры рассказывают про этот сайт. Это, кстати, там вот можно заказать вот такие силиконовые формы. Но, как оказалось, у нас в Оренбурге есть мастер, который эти формы сам выливает. Сейчас я вам не могу показать, что из них получится. Я еще не делала. Это мне предстоит еще изучать. Но формы сразу брала профессиональные, сразу брала дорогие. Они где-то стоят в районе 500 рублей, 450. Вот это, по-моему, даже подороже. Вот здесь это нарцисс. Он огромный нарцисс, большой. Там есть маленькие нарциссики. Это большой. Конечно, сразу все не купишь. Хотя очень хочется. Но, в общем, пока вот такую взяла форму нарцисса. Это бутончик. В букеты нужно добавлять иногда бутончики. Вот так формы разрезанные. Вот туда заливается. И потом очень удобно доставать. Так, еще что мне сказала женщина, которая продает. Вот эти резиночки нужно использовать для того, чтобы не затекало вот сюда, вот в щелочке. Хотя можно все это потом очистить. Это не страшно. Я смотрела в интернете. Девчонки зачищают. Но чтобы не зачищать, нужно вот так. Но главное, чтобы не перетягивало. Вот если резиночки использовать, мне сказала продавец, главное не перетягивайте сильно. Вот так. Это у меня... Кстати, сейчас очень сложно определить, что это за цветок. Вот это похоже пион. Вот, по-моему, я брала пион. Вот точно знаю, нарцисс. Брала пион, бутон, вот роза. И вот такой вот пион вот с серединкой. Вот с такой вот... Вот такой пион еще вот с такой серединкой. Вот желтый. Вот там тот махровый пион, а этот не махровый пион. Почему брала сразу несколько? Потому что когда я их наделаю, если у меня будет хорошо получаться, мне сразу нужно будет сделать букет. Вот, но букеты из одного цветка, это некрасиво. Я хочу попробовать разные. Вот. И вот еще взяла вот такой большущий цветок. Вот, наверное, вот этот тоже пион. В общем, я еще брала по размеру. Два больших вот, и те поменьше. Почему я брала так? Потому что в букетах, допустим, нужно использовать... Допустим, в букете буду использовать, может быть, поменьше. Ну, где нужно большие, но очень часто, допустим, один большой цветок, ну, кто-то не хочет дорогой брать букет, просто хочет взять красивое мыло. Я все предусмотрела. Вот. Я взяла вот такие коробочки маленькие. Вот. Вот на эту сторону, скорее всего, буду их использовать. Вот из крафт-бумаги такой. В общем, они складываются с окошечком. И взяла вот такой наполнитель. Вот. Нарезанная бумага гофрированная. Взяла белую. Ну, как-то, думаю, на белом фоне будет красиво смотреться любое мыло. Хотя цвета есть разные. Вот. Ну, вот нарядно, может быть, так, белую коробочку. Там внутри белая, да, вот эта пенка. Ну, как-то белую у меня ассоциировалась с пеной. Вот. Но это на ваше усмотрение. Можно использовать и так, и так. Вот. И в эту коробочку, например, можно положить один цветочек. И там сбоку еще место. Можно положить сердечко. Вот для чего я взяла сердечки вот эти маленькие. Для того, чтобы, может быть, сделать вот такие маленькие подарочные наборчики. Вот. Кстати, у моей мамы на канале, канал Мадам Плюшкина, у нее есть варианты недорогих подарков. Вот. Но у меня, конечно, это не дешевые подарки, да, получаются, потому что формы все это дорого. Но даже если вы хотите сделать недорогие подарки, да, можно купить вот такие коробочки. Можно купить маленькие вот такую. Вот это 70 рублей стоит формочка. Вот. И можно такие маленькие, допустим, сердечки положить в коробочку. Вот. Не обязательно, допустим, покупать вот все сразу. Можно взять два красителя. Одну, например, основу прозрачную и коробочки. И сделать такие подарки. На Новый год, к 8 марта, когда много нужно подарков покупать, можно сделать своими руками. Вот. Но вот у меня такая задумка. Большие букеты. Я когда-то делала букеты из конфет. Вот. Но конфеты товар скоро портящийся. Вот. Потом эти конфеты съедаешь, сами букеты выкидываются. А здесь, в общем-то, все в дело пойдет. Вот. Все пойдет в дело. Так. Куда я буду оформлять букеты? Конечно, я об этом тоже подумала. Вот. Покупать пока большие коробки я не стала. То есть, большие коробки, они хороши под вот такие большие букеты. Вот эти шляпные коробки вообще идеально. Конечно, когда у меня будет хорошо получаться, и я буду собирать большие букеты, там будут уже разные варианты. Но пока на первое время я взяла вот такие вот горшочки. с крышечкой. Это их называют супницы. Вот. Такие вот супницы. Вот. Но, смотрите, девчонки, как их приспосабливают. Вот здесь делают дырочки и привязывают ленту. То есть, вот так ленту, либо вот так. Можно, ну, так они банально, так, как горшок. Но вот так вот привязывают на атласную ленту. Вот сюда сбоку вот так эту крышечку. И очень красиво смотрятся вот в таких коробочках букеты. Тем более, допустим, вот букет, да. Вот такая же коробочка с прозрачным окошечком. Ну, в общем, такой подарочный вариант. Вот. Для того, чтобы моё мыло не пропало, чтобы я сделала букеты, подарила их на 8 марта или на Новый год. Вот. Но к Новому году вряд ли я успею уже. Но неважно. В общем, для того, чтобы эти цветы не пропадали, чтобы я их могла оформить и подарить, у меня всё предусмотрено. И ещё, что я предусмотрела. Я на Алиэкспресс заказала зеленушки. Но они идут очень долго. Поэтому три веточки я всё-таки купила в этом магазине. Там они по 100 рублей. На Алиэкспресс можно найти дешевле. Но, опять же, надо внимательно смотреть на Алиэкспресс. Потому что цветы нужны разборные. Посмотрите, сколько здесь на одной ветке. Вот. Иногда на Алиэкспресс читаешь, там 50 рублей. А приходит вот такая одна веточка. Я уже заказывала раньше для букетов из конфет. Я знаю, что это такое. А здесь, смотрите, всё разборное. Вот, видите, они снимаются. И всё крепится на шпажки. Шпажки для шашлыка у меня оптом закуплены. Я это покупала, когда ещё делала букеты из конфет. У меня куча зубочисток, клеевой пистолет. В общем, поскольку я уже давно занимаюсь разного вида творчества, у меня многое что есть. Единственное, вот мне нужно было докупить для мыла вот такие вот букеты. Вот. Я заказала ещё на Алиэкспресс листочки роз. Вот такие вот, как вы здесь видите, вот такие листики я заказала. Но они придут не скоро, пока я буду пробовать. Так, ну что? Вот такой у меня сложный пошёл процесс. Для меня сложный. Я надеюсь, у меня всё получится. Получится или нет, вы узнаете на канале. Если вам интересно, подписывайтесь. Большое спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки. С вами была Инесса. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok